Бля, простите меня, моя люстра Так, сейчас, секунду, мои дорогие, сейчас начнем Елена, доброе утро, меня зовут Татьяна, мы с вами только списывались по поводу инвенцированного программа И, Татьяна, мы сегодня приехать в 33-3 часов, это удобно Как раз сегодня, пока еще пропускать, то есть 15-го числа пропускать, но это же так себе и двигаться Так, в принципе, мы сегодня что-то тоже будем делать Так Так, ну тогда супер, я тебя жду, сейчас тебе напишу адрес, ты мне напишешь, когда ты будешь выезжать Я тебе закажу такси, приедешь и обратно тебе тоже оплачу, естественно, такси Вот, буду очень рада, вот с 12-ти до 3-х я прям готова тебя принять в любое время, как тебе удобно Сейчас, мои дорогие, сейчас все будет Ну что, прямой эфир Расскажу все о питании, хотела просто тупо посмотреть что-то на ютюбе, но решила все-таки для вас сделать еще один полезный эфир Чтобы на сегодня уже снять с себя вот эту вот ответственность, которая на мне лежит Какая на мне лежит ответственность? Это просто я вот такая вот совестливая, блин, и мне вот хочется как-то вас поддержать в это жуткое, в это тяжелое вообще время непонятное И вот, что могу, то и делаю И спасибо вам за ваши благодарности, их миллион Привет-привет Всем привет Сейчас немножко поболтаем и по ситуации И по питанию очень подробно с вами поговорю Буду ходить Буду ходить и с вами разговаривать Вот Так Начинаем Начинаем Я только не помню, включил я или нет Ой, ничего не помню Тут есть какой-то тонкий Вообще, я, конечно, знаете Вот, включил или выключил Что касается техники Вообще, у меня редкостный технический кретинизм Вот просто редкостный У меня такой технический кретинизм Что Это даже трудно себе вообще представить Более технического кретина нет Есть пульт Есть пульт Но пока я разберусь с пультом Пройдет еще очень-очень много времени Поэтому она вообще элементарно включается Ты на нее становишься И делаешь три шага Вот И она пошла Скорость зависит от того, где ты Ой, теперь мою голову не видно Блин Вот набираю скорость Уже скорость у меня максимальная Шесть Ну, конечно Как бы скорость шесть Это не та скорость Как вот теперь поднять Блин, мне, естественно, я соскочу Она же остановится Ой Как вам без головы? Я нормально? Или все-таки хотелось бы голову увидеть? Ну Сейчас, подождите Я все-таки начну заново Господи На самом деле Там есть специальная точка Куда ты уходишь И она останавливается Но я вот такая вот Талантливая дама Талантливая я дама Даже чересчур талантливая Так Давайте еще раз попробуем ее запустить Три шага Нет, все-таки будет голова Но не настолько уж я тупая Чтоб еще без головы перед вами выступать Вот посветлее сделала Вот насколько я умная во всем, что касается О, шикарно Насколько я умная во всем, что касается Каких-то гуманитарных моментов Настолько я дико тупа Во всем, что касается техники Но тем не менее Дорожка настолько удобная И настолько шикарная Что здесь не нужно быть большим умником А чтобы ею пользоваться Вот, прекрасно она запустилась Показывает скорость Показывает, сколько шагов я сделала Показывает, сколько времени я уже хожу И показывает, сколько я прошла Шикарная дорожка Но сейчас у меня дорожки Смотрите Показывает, что я провела уже утром эфир Показывает, что я провела тренировку Предпоследняя тренировка Завтра будет последняя Потому что послезавтра у меня операция Я уменьшаю грудь Операция будет в прямом эфире Вот несколько прямых эфиров Потому что операция очень длительная Операция очень сложная Как сказала Ирина И все эти эфиры Можно будет посмотреть За 200 рублей Не хочу, чтобы смотрели операцию Все-таки очень интимный момент Люди просто, которые заходят Чтобы там поржать Знаете, куча каких-то тупых дебилов Поэтому, кто хочет посмотреть Посмотрит мою операцию за 200 рублей 200 рублей – такие деньги Которые любой себе может позволить потратить Вот Так что ждите информации Что еще хотела сказать Смотрите Погода сегодня, кстати, мерзкая Идет дождь Ну, на самом деле Даже может быть и хорошо Потому что, когда погода очень хорошая Когда солнышко, как вчера Трудно сидеть дома А мы все-таки с вами продолжаем Да, сидеть дома Несмотря ни на что Потому что Количество зараженных растет Вы знаете Я, конечно, вот Буквально наступаю Чуть ли не на эту дорожку Потому что Для меня скорость 6 Нормальна Когда я могу сделать еще подъем На 20 Как я ходила на Пхукете Да Я не бегаю Потому что у меня колено Какой-то проблемный Я либо на эллипсе Либо я хожу Со скоростью 6 Подъем там чередует 20 15 10 Вот Но Вообще В период, так вот скажем Вот этой вот пандемии Конечно же Эта дорожка Это просто реально Очень крутой Девайс Вот прям крутейший Она дорогая Я понимаю Что далеко не каждому Доступна дорожка За 60 тысяч рублей Но много у меня людей Обеспеченных Среди подписчиков Поэтому Если есть возможность Я вот рекомендую Честная полезная рекомендация Вот Что еще хочу сказать По поводу Этой ситуации В которой мы сейчас С вами все находимся Знаете На самом деле Вот такая вот ситуация Она непростая И не я Никто Из даже более умных людей Ничего до конца не знает Ни про эту пандемию Ни про этот коронавирус Ни про эту Вообще Вот эту вот хуйню Которая с нами творится Никто ничего До конца не знает Сто процентов Происходит во всем мире Какой-то Извините За мат пиздец Вот во всем мире Происходит пиздец И Люди Как бы разделились Не то чтобы На два лагеря А люди разделились На очень-очень Такое приличное Количество лагерей Одна часть людей Которые являются Давайте не буду обзывать Да Не буду говорить Дебилы Не буду говорить Стадо Просто скажу Люди С низким уровнем Интеллекта Люди С низким уровнем IQ Тупо Смотрят с утра До вечера Телевизор Первый-второй канал Интв И Верят всему Что там говорят Вчера на секунду Уже поздно вечером На ютюбе Включила сначала Малахова Потом первую Просто кусочки Вот это Одурманивание Ребят У Малахова Дана Борисова Блять Это конченная Проститутка Наркоманка И просто Конченная Блять Героиня Передачи Малахова Написано было У Даны Борисова Подозрение На коронавирус Ее третируют Соседи Вы понимаете Я вот в принципе Ничего против Малахова Не имею Мне вот Малахов Симпатичен В отличие От ведущего Первого канала Не помню Его фамилию Он мне как-то Вот неприятен Не буду говорить Почему Малахов Мне симпатичен Малахов У него были программы В которых я принимала Участие Он реально Помогал людям Вот была программа Я была там У него Экспертом Была девушка Которая Девять лет Незаконно сидела В тюрьме Он ей помог Были люди Еще кому Малахов Помогал Малахов Отправил там Маски Аппарат ИВЛ В свой родной город То есть Малахов Нормальный чел И я знаю Что это всего Навсего Его работа Да Я знаю Что он Просто получает Все это бешеное бабло Редактор ему Находит темы Он берет Эту тут херню Перед собой И по ней Ведет передачу О чем-то Надо же говорить Надо Ну вот Согласилась Да она блять Дура У которой бабла нет Которая Просто не в адеквате Согласилась быть Героиня передачи Вся Россия Готова Эту хуйню смотреть Вот Малахов Ее и показывает Получает он За каждую передачу Ну я не знаю Миллион Может чуть меньше ХЗ Очень много получает И ему пофигу А люди Эту Тупость Смотрят Я даже не хочу Это комментировать Вот понимаете Обсуждение по всем каналам Каких-то совершенно Персонажей Которые во-первых Нахуй никому не нужны Начинаем с Лещенко Да Я вам уже рассказывала В самом начале Лещенко Со всех вокзалов Поезда Уходит в дальние края Надежда Надежда Мой комплекс Мой комплекс Мой компас Блять Лещенко Это просто пиздец Ему там Сколько ему? 70 80 Он Заболел Его положили В больницу Вся страна Лера Лера с протечкой Мозгов уже А не сисек Кого-то только не было Песков Доблестный Пресс-секретарь Все они там Долбились в десна Потом выяснилось Что Лещенко Заболел Кошмар Как дальше жить без Лещенко? Как жить без Лещенко? Как? Вы выживете без Лещенко? Ну видимо нет Потому что Лещенко заполнил Все информационное пространство Некоторые сначала его осудили Есть такой Сюткин Я очень сильно сомневаюсь Что кто-то из вас знает Кто такой Сюткин Но я помню Что Сюткин такой был Че он блять пел Я не помню Так вот Сюткин сначала сказал Ай-яй-яй Лев Валерьянович Зачем же вы нас заражали-то? Потом Сюткин обосрался И сказал Простите Лев Валерьянович Я просто нервничал Я не понял Что вы здесь ни при чем Хорошо Старый хуй Моржовый Лев Валерьянович Всем надоел Новая героиня Блять Бабкина Бабкина Которая тоже Блять 70 исполнилось Которая приехав Откуда-то Тоже по-моему Из Америки Вместо того Чтобы сидеть дома Отметила свое 70-летие Там она танцевала Стриптиз Заскакивал кому-то На колени Это есть на Ютубе Кому он там заскакивал Не знаю Бабкина и стриптиз Это полный пиздец Ребят Вы только поймите Пожалуйста Правильно Я Всем желаю здоровья Мне пофигу Лещенко Мне пофигу Бабкина И же с ними Мне они вообще все пофигу Бабкину видела В конце В конце ноября По-моему 29 ноября Видела Бабкину Я в Сургуте Нас приглашали На одно мероприятие Охренела еще тогда Насколько Ну ладно Не буду ничего говорить Короче Дай бог Бабкины здоровья Но Бабкина заболела Она опять же Попала в эту коммунарку Бабкина перед этим Сделала круговую подтяжку лица Под общим наркозом В 70 лет Это извините меня Это вам хуй да нихуя Это огромная нагрузка Бабкина голодала Чтобы похудеть Организм ослаблен У Бабкины двусторонняя пневмония И что нам постоянно каждый день орут И пишут по экрану Вся страна переживает за Бабкину Вот скажите Вы переживаете за Бабкину Я нет Мне вообще Бабкина похую Я переживаю за свою маму У нее слава богу все в порядке Я переживаю за свою дочку У нее тоже За внука И у нее все великолепные За вас Кому не помогут Кого на коммунарку не отвезут Кому денег не дадут За вас я переживаю А за Бабкину я вообще Ни разу не переживаю Как и все нормальные люди Всем нормальным людям Абсолютно похую здоровье Бабкины Понимаете? Так показывают пикеты Люди вышли с плакатами Бабкина мы с тобой Мы с тобой Бабкина Доблятство Дальше После Бабкины Или до Бабкины Я уже запуталась Стас Блять Михайлов Спас Михайлов Пидорас С нарощенными волосами С уродливой Перекошенной рожей Который 25 миллиардов долларов В год Зарабатывает на тупых дурах Разведенках Волосатая грудь Крест вот такой Вот здесь Бриллиантами Михайлов Блять Заболел Как нам жить дальше-то? Как нам Дальше жить? Михайлов Заболел Че там пел Михайлов Я не знаю Знаю, что одно время Лет 7 назад У меня была приятельница Это с ней потерялись Она прям Обожала Михайлова И ездила за ним Из города в город Вчера, значит Слышу Буланову Буланову Блять Плакальщицу великую С инсультом Госпитализировали Ну нет в стране покоя Понимаете? Нет в стране покоя Звезды Блять Это звезды Это даже не пезды Это вообще никто Ни Лещенко Ни Стас Михайлов Ни Бабкина Блять Ни Буланова Реально Нахуй Никому не нужны Но Сутками На Федеральных каналах Спонсорами которых Вы являетесь Вы платите налоги И федеральные каналы Существуют на ваши деньги Так вот Сутками По федеральным каналам Вам внушают Стране нет покоя А шо Если все помрут Кто петь-то будет? Петь-то кто будет? Если все они помрут Как вы без голубого? Без голубенького огонька? Понимаете? Знаете? В эти минуты У меня какой-то респект внутренний Есть тем К тем Кто на эту хуйню не купился Да? Ведь сейчас любой может их пануть Но слава богу Кто-то Не купился на эту хуйню И не лезет В телевизор С этим своим вирусом А православные Про православных я просто молчу Ребят Зомби Люди Зомби Понимаете? Если вы верующие Еще раз повторюсь Если вы верующие Иконы Иконы Квартира Квартира Ваша Да хоть шалаш Все что угодно И верьте Верьте на здоровье Зачем Вы Претесь Блять В церковь Где? В девяносто Девяти Случа Хорошо Не девяносто Девяти Это много Зачем Вы претесь В церковь Где? Нет веры Есть только Возможность На вас Нажиться Нет веры Есть только Возможность На вас Нажиться Вы претесь Туда Вы покупаете Свечи Вы их Ставите Их Переплавляют Вы их Покупаете Вы их Ставят Книги Литературы Вы покупаете Какую-то Копеечку Пожертвования Вы вечно Туда Опускаете Даже бабки Несчастные бабки У которых Реально Нет денег И то Они Постоянно Помогают Храмам Мне написало Миллион человек Моя тетя Постоянно делает Пожертвования В центр Пробка Кстати На проспекте мира Когда тете Говорят Лучше пожертвовать Детям Она говорит Тетя Не богохульничай Ребят Понимаете Бог В душе У каждого Хоть я и агностик Бог Любой Какой-то Для кого-то Бог Это природа Для кого-то Бог Христос Для кого-то Бог Это пророк Мухаммед Для кого-то Бог Это камень Блин Понимаете Им не надо Денег платить Богу Богам Ваши деньги Не нужны Деньги Нужны Охуевшим Толстым Рожам Охуевшим Толстым Рожам Нужны Деньги Чтобы Продолжать Покупать Часы Машины Яхты И прочий Пиздец Мне сегодня Написала Одна девушка Что она Была Очень верующим Человеком Она и продолжает Быть верующим Человеком Что она Ходила Постоянно В храм Но когда Она Приехала С экскурсии На озеро Валаам Увидела Какую-то Невъебенную Яхту И спрашивает Чья же Это яхта А ей говорят Это Патриарх Кирилл Приплыл Приплыли Понимаете Приплыли Патриарх Кирилл Приплыл За миллионы Долларов Яхта За сотни Долларов Часы Мерседес С мигалками Водичка Эвиан Патриарх Кирилл Ребят И что касается Патриарха Кирилла Да Он там похож Можно япончика Во мне присылали Куча в интернете Эта информация Мне пофигу Япончик Он не япончик Он просто Непорядочный человек Он просто Реально Непорядочный человек И если он стоит Во главе То Те кто стоят Под ним Под ним Прогнившие Они насквозь Прогнившие Есть и порядочные Батюшки Я вам выставляла Да в сторис Не только плохое Но и хорошее Но понимаете Не должно быть В церкви Меню и ценника Не должно быть Ценника В Москве Кристины Пять тысяч Отпевания Пятнадцать тысяч Венчания Двадцать тысяч А у нас Средняя Минимальная зарплата По стране Одиннадцать Это как Понимаете Как это И вы все знаете Как у нас Церковь Торговала С сигаретами Алкоголем И так далее И тому подобное Я вам уже Рассказывала Да Как я в свои Тяжелые годины Пересеклась С одной Матушкой Матушкой Наркоманкой Которую Отмазал Батюшка Матушку Наркоманку Батюшка Отмазал У них тоже Были яхты У них было Огромное количество Бабла И все это Все эти деньги Принесли вы В этот храм Но если вы хотите Кому-то помочь Ну реально Помогайте детям Ведь наша страна Забила Большой И толстый Вот такой вот Знаете Большой и толстый Забила на детей Каждый день Куча Сообщений Помогите Одному ребенку Второму Третьему Не выкладывайте Сообщения Вот тоже хорошо Что вспомнила Хочу сказать Смотрите Была такая ситуация Наверное Наверное 2-3 дня Назад Все прям мне Написали мне Больше 100 человек Спасем Илью Какой-то мальчик Илюша Нуждался В каком-то уколе О нем написал Кожевникова Кожевникова Мне вообще Не авторитет Просто Конченая овца Конченая овца Кожевникова Блять Депутатша Бледище Шлюха С ТНТ Стала депутатшей Она написала Про Илюшу Спасибо Илюшу Решила Наверное Свои Какие-то грехи Загладить И вот все Бросили спасать Илюшу Мне жалко Илюшу Мне жалко Его родителей Но Мне параллельно Еще пишут Про разных детей Почему Илюшу Мы спасаем А на остальных Мы забили Потому что Про Илюшу Вспомнила Кожевникова Вы что Дебилы-то Такие Почему Вы одного Хотите Спасти А на остальных Насрать Вот я честно Говорю Я никого Не хочу Спасать Потому что Я всем Не помогу А выбирать Не хочу Никого Одну девочку Я два раза Выкладывала Просто так Получилось Что я Косвенно Чем-то с ней Переплетена Помогаю Иногда Опять же Людям С которыми Я как-то Косвенно Связана Им могу Помочь Поэтому Ребят В нашей Стране Где у нас Повторюсь Патриархи Имеют часы За сотни тысяч Долларов А дети Умирают Без операций Я не считаю Нужно Помогать Этим Детям А вы У вас У вас в башке Вата У нас У половины Страны Мозг Дождевого Червя Мозг Улитки Половина Страны Искренне Верит Что Галкин Ебет Пугачеву И что У них Ребенок Дети Двое Прекрасные дети Ничего не спорю Искренне Верит Страна Что Галкин Ебет Пугачеву Люди Искренне Верит Страна Что Киркоров Тоже Ебал Пугачеву У вас В чем Мозг Страна Искренне Верит Что Сергей Лазарев Встречался С Лерой Кудрявцевой У вас Что Мозг После этого Как Можно Считать Их Адекватными Этих Людей Которые Могут В это Верить Как Можно Что У них В мозгах Мозги Улитки Мозги Дождевого Червя Или Может Быть Просто Мозги Очень Простых Очень Добрых Людей Которые Верят Во все И Во вся Про Билана Интервью Билана У кого-то Было И Билан Рассказывает Сколько У него Было Романов Да Билан Это Знают Все Естественно Тоже Гей И Тоже Трахается Сосед Только С мужиками Вы Вы Этого Тоже Не Понимаете Билан Наркоман Он В наркотическом Объединении В всей стране Показался Вы В это Тоже Не Верили Ну Вообще Нормальные Нормальные Вы Люди Или Вы Дебилы Обдолбанный Билан На сцене Что-то Там Такое Изображал Потом Сказал Что Он Выпил Коньяку С Устатку И Вы Поверили Короче Люди Вот Вы Знаете Я С одной Стороны Вот Честно Скажу Я С одной Стороны Вашей Наивности Завидую Потому Что Проще Наверное Верить Во Всякую Хуйню Верить В святые Чувства Верить В Любовь Но Так Наверное Жить То Проще Ну Просто Знаете Что Я Вам Хочу Сказать Вот Какое То Странное Совпадение Вот Все Кто В Эту Хуйню Верит Они Все Нищие Только Нищие Верят В Эту Хуйню Потому Что Все У Кого Есть Бабло Все Кто Нормально Зарабатывает Все Знают Кто Гей Кто Пидорас Кто Кого Долбит Куда У кого Есть Деньги Все Знают А Нищая Россия Верит Верит Блядь Верит В любовь Между Галкиной Пугачевой Верит Нет Нет Слов Нет Комментариев Еще Хочу Сказать Я Вам Завидую Я Вам Завидую Я Тоже Может Быть Хотела Быть Вот Такой Наивной Дурой И Верить Во Все Что Вам Говорят И Показывают Но Я Не Могу Я Не Могу Потому Что У меня Есть Мозги Мои Мозги Работают Потому Что Меня Разрывает Нет Спасибо Гузеевой Разрывает Меня От вас Про Гузееву Отдельная История Тоже 150 раз Вы меня Спросили Что Вам Сделала Гузеева Мне Гузеева Вообще Ничего Не Сделала Мне На Гузееву Вообще Похую Была У нее Там Роль А Напоследок Я Скажу И Хорошо Но Когда Гузеевой После Выборов Дал Собянин Квартиру Ее стоимость Не 70 Миллионов Как я думала 90 Документы Официальные Раскопал Навальный Все показал И она Стала Активной Защитницей Власти Меня Это стало Подвешивать И все Когда Блять Гузеева Рекламирует Дорожку На которой Я сейчас Хожу с вами 30 минут Уже Разговариваю Мне тоже Хочется ржать Не завидую Мне не надо Завидовать У меня В Москве Раз Два Три У меня В Москве Пять квартир Я сама Заработала Мне не надо Лизать Вонючий Хуй Собянина Крота Собянина Который Перекопал Сначала Всю Темень Потом Всю Москву Мне не надо Лизать Жопу И хуй Собянина Чтобы Укупить Квартиры У меня Есть Мозги Понимаете У меня Есть Мозги Я По сравнению с Гузеевой Хоть она сидит 15 лет На первом канале Я Старше Гузеевой У меня Идеальная Фигура У меня У меня Бабки У меня Молодые Любовники У меня Квартира У меня Свобода И я Никому Никогда Не лизала Жопу И не буду Я всего Этого Добилась Сама Поэтому Мне вообще Никто Не авторитет Никто Мне Не авторитет Я Вам Прямо Могу Сказать Прямо Вам Могу Сказать Что Я Охуенная Я Охуенная Понимаете Таких Просто Больше Нет В России Вот Сто процентов Нет Больше Таких В России Чтобы Девочка А мне 57 лет Неделя назад Исполнилась Сама Блять Добилась Всего Заработала Кучу Всего Выглядит Лучше Молодых Многих Говорит Все Что Хочет Нет Таких Больше Поэтому Ребят Мне Просто Реально Жалко Жалко Людей Которые Вынуждены Либо Подставлять Жопу Чтобы В жопу Трахали Либо Лизать Либо Сосать Я Я Никогда Этого Не Делала У Меня Секс Бывает Только По Страсти Вот Я Когда Хочу Когда Я Хочу Хочу Так Что Меня Трясет И Колотит 30 минут Проходило Сходим Назад И Здесь Вот Стоп Все Остановилось Вот Ребят Показываю Вам Результат Ой Походила Я Все Скинулась 30 минут Я Походила Прошла Три Километра И Сделала 3800 Шагов И С вами Поболтала Но Мои Дорогие Простите Меня Пожалуйста Хотела Ведь Честно Поговорить С вами О Питании Приготовила Свой ДНК Отчет Приготовила Свою Книгу Но Так Меня Разрывает От того Что происходит Сейчас В мире Что Я Просто Не могу Я Просто Завидую Понятно Что Я Просто Не могу О чем То Другом С вами Говорить Да И Вот Эти Вот 30 Минут Я Много Вам Того Рассказала Что Для Кого То Шок Для Кого То Известная Правда Но Мне Стало Легче Что Я Выговорилась Реально Мне Стало Легче Ладно Мои Дорогие Сейчас Быстро Завтрак Бегу На Почту Потом Ко Мне Наконец То Приедет Девочка Сделает Маникюр С ходьбой Вообще Идеально Буду Теперь Чаще С вами Выходить В прямые Эфиры Потому что Когда Ходишь Параллельно Это Очень Очень Круто Вот Буду Чаще Выходить В прямые Эфиры Буду Открывать Вам Глаза На Всякую Херню Где-то У меня Пульт А пульт Тоже Приготовила Вот Ну Понимаете В чем Плюс Думали Честных Людей Уже Нет Нет Есть Санжаровская Честный Человек Понимаете В чем Плюс Нашего С вами Общения Вот Реально Мне пишут Люди Что я Многим Просто Открыла Глаза И они Смогли Как-то Воспринять Уже По-другому Эту Действительность Да Они Перестали Завидовать Сладким Парочкам Которым Друг Которые Друг Другу Похую И так Дали Тому Подобное Конечно Я сохраню Эфир Рекомендуйте Эфир Друзьям Всех Вас Прошу Поставить Лайк И написать Комментарий К моим Последним Постам В ленте Выговориться надо Тем более Перед операцией Вчера у меня Блин Месячные Начались На нервной почве На неделю раньше Но Ира мне Сказала Что хорошо Что сейчас Месячные А не после Операции Вот Операцию Как и обещала Покажу В прямом Эфире За операцию Вам Кто захочет Посмотреть 200 рублей Будет стоить Прямой эфир Их будет Несколько Все про Операцию Ждите Следите За информацией Почему Вы не помогаете Кому Блять К Путину За помощью Все дебилы К Путину За помощью К Пескову К Собянину К Патриарху Кириллу К мужу Алсу И прочим Мудакам Вот к ним За помощью Понятно А от меня Хуй да нихуя Информация от меня Тренировки Питания Пока Люблю вас Мои дорогие Люблю вас И напоминаю Что сегодня Последний шанс Получить Программу Новая ты От Лучшего Спортивного Блогера 2019 Санж Лены Жду лайки Комментарии Собянина Не боюсь Вообще Никого Не боюсь Если что Вы со мной Но Пасаран Операция